Приветствую вас на канале современные родители. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших стационарных блендерах для дома. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются приличным спросом и действительно заслуживают называться лучшими, это и предстоит выяснить. Как всегда в описании я оставила ссылки на все блендеры, представленные в моем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! Свой топ я хочу начать с модели Kitford KT1344, максимальная мощность которой составляет 800 Вт. Этот блендер имеет механическое управление, а его корпус выполнен из металла и пластика. Емкость кувшина составляет 1,5 литра, тогда как емкость измельчителя равна 600 мл. Всего доступно три скорости, а максимальная скорость вращения достигает 20 500 оборотов в минуту. Что же касается режимов, то здесь доступен только импульсный режим. А среди доступного функционала мне хочется отметить функцию колки льда. Также производитель предусмотрел в данном устройстве защиту от неправильной сборки и нескользящей ножки, которые делают его более устойчивым практически на любых поверхностях. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, а весит прибор 4 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают разумную стоимость, функционал, простоту и удобство в использовании, симпатичный внешний вид, крепкий корпус и высокое качество сборки в целом. При этом далеко не все владельцы довольны высоким уровнем шума при работе и коротким шнуром питания. Конечно же, встречаются и другие отзывы с негативной окраской, которая касается разных аспектов блендера, но их абсолютное меньшинство. В основном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Современные Родители и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе моих новых видео, которые я выпускаю регулярно. Далее в моем рейтинге идет модель Raumit Dream Samurai BDS04, максимальная мощность которой составляет 2900 Вт. Этот блендер позиционируется производителем в качестве профессионального, но он также прекрасно подходит и для дома, особенно если у вас какой-нибудь праздник и много гостей. Устройство имеет механическое управление, а его корпус выполнен из пластика. Емкость кувшина, который тоже сделан из пластика, составляет 2 литра. Всего доступно 7 скоростей. Из доступных режимов стоит отметить наличие импульсного режима, а среди функционала обязательно упомяну о наличии функции колки льда и возможности плавной регулировки скорости. Что же касается особенности конструкции, то данная модель оснащена нескользящими ножками, которые не позволяют ей скользить по разным поверхностям, отдельным отверстием для ингредиентов и сливным краником. Длина сетевого шнура составляет 1,2 метра, а весит прибор 5 килограмм. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую мощность, функционал, удобство в использовании, симпатичный дизайн и высокое качество исполнения в целом. Конечно же, среди недостатков владельцы нередко указывают шумную работу устройства, но в основном про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. А что вы думаете об этом блендере? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий стационарный блендер, о котором я хочу вам рассказать, носит название Redmond RSBM3401. Его максимальная мощность составляет 750 Вт. Эта модель имеет механическое управление, а ее корпус выполнен из нержавеющей стали. Всего доступны две скорости, а также функция плавной регулировки скорости. Что же касается доступных режимов, то здесь следует отметить наличие импульсного режима. Емкость кувшина составляет 800 мл, в то время как емкость измельчителя равна 70 мл. Также в данном устройстве есть отдельный отсек для ингредиентов. А для большей безопасности и надежности производитель предусмотрел защиту от поражения электрическим током класса 1 и защиту от перегрева. Конечно же, блендер оснащен и нескользящими ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям и делают более устойчивым. Длина сетевого провода составляет 1 м, а весит прибор 2,5 кг. При покупке в комплекте можно обнаружить насадку для кофемолки-измельчителя с несъемным ножом, контейнер кофемолки-измельчителя, насадку для блендера и дорожных стаканов с несъемным ножом, малый и большой дорожные стаканы. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, удобство в использовании, достаточную мощность, богатую комплектацию, разумную стоимость и практичность. При этом иногда владельцы в своих отзывах жалуются на брак, от которого, к сожалению, никто не застрахован и весьма шумную работу. Хотя стоит сказать, что вряд ли шумную работу в применении к блендерам стоит записывать в минусы, ведь это одна из особенностей подобной техники. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где я оставила ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Kitford KT 1340-1, максимальная мощность которой составляет 350 Вт. Данный блендер имеет механическое управление, а его корпус выполнен из металла и пластика. Всего доступны две скорости. Емкость кувшина составляет 1 литр, а емкость измельчителя равна 50 мл. Среди доступных режимов есть только импульсный. Что же касается функционала, то здесь мне хочется отметить функцию колки льда и возможность плавной регулировки скорости. Прибор также оснащен нескользящими ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям и специальным отверстиям для ингредиентов. Длина сетевого шнура составляет 1,17 метра, а весит устройство всего 1,62 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают стильный дизайн, компактный размер, удобство в использовании, простоту в уходе, комплектацию и высокое качество сборки в целом. При этом, конечно же, иногда можно встретить отзывы с нотками негатива, которые касаются разных аспектов прибора. Но стоит понимать, что таких отзывов абсолютное меньшинство. В основном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Узнать стоимость каждого блендера, представленного в моем рейтинге, можно перейдя по ссылкам, которые я оставила в описании. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель Raumit BDC03, максимальная мощность которой составляет 2250 Вт. Производитель позиционирует этот блендер в качестве профессионального, но для выполнения домашних задач он тоже прекрасно подходит. Он имеет механическое управление, а его корпус выполнен из пластика. Всего доступно 7 скоростей, а также функция плавной регулировки скорости. Емкость кувшина, который выполнен из безопасного и экологичного тритана, составляет 2 литра. Среди доступных режимов работы есть только импульсный, а среди дополнительного функционала я хочу отметить функцию колки льда. Прибор также оснащен нескользящими ножками, имеет отдельное отверстие для ингредиентов и специальный отсек для удобного хранения шнура. Длина которого составляет 1,5 метра. Что же касается безопасности и надежности устройства, то в этом плане производитель предусмотрел защиту от перегрузок и от детей, что немаловажно. Вес блендера составляет 4,2 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают высокую мощность, функционал, симпатичный внешний вид, простоту и удобство в использовании, практичность и высокое качество сборки в целом. При этом изредка все же можно встретить отзывы с нотками негатива, но про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить вовсе не приходится. Предпоследний блендер, о котором я хочу вам рассказать, называется Philips HR365500. Максимальная мощность данной модели составляет 1400 Вт. Она имеет электронное управление, а ее корпус выполнен из металла. Всего доступны 4 скорости, а максимальное количество оборотов в минуту может достигать 35 тысяч. Также производитель предусмотрел функцию плавной регулировки скорости. Емкость кувшина, который сделан из стекла, составляет 1,8 литра. Среди доступных режимов работы есть только импульсный режим. А среди дополнительного функционала я также хочу отметить функцию колки льда. Прибор оснащен нескользящими ножками, которые эффективно не позволяют ему скользить по разным поверхностям, имеет отдельное отверстие для ингредиентов и специальный отсек для хранения шнура. А еще на корпусе можно обнаружить LED-дисплей и индикатор включения питания. Блендер комплектуется, помимо всего прочего, двумя тритановыми стаканами, емкостью по 600 мл, которые практически невозможно разбить. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный внешний вид, простоту и удобство в использовании, достаточную мощность, функционал, практичность и высокое качество сборки в целом. При этом, как и в случае с остальными моделями, представленными в моем рейтинге, здесь тоже встречаются отзывы с негативной окраской, но и их абсолютное меньшинство. В основном же про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. А завершает мой топ-7 лучших стационарных блендеров модель Kitford KT1341-2, максимальная мощность которой составляет 500 Вт. Этот блендер имеет механическое управление, а его корпус выполнен из металла и пластика. Емкость кувшина составляет 1,6 литра, а емкость измельчителя равна 50 мл. Всего доступно 5 скоростей, а также функция плавной регулировки скорости. При этом максимальная скорость достигает 22 000 оборотов в минуту. Что же касается доступных режимов работы, то в наличии только импульсный режим. А среди дополнительного функционала я хочу отметить функцию колки льда. Прибор также оснащен нескользящими ножками, которые не позволяют ему скользить по разным поверхностям, а также имеет специальное отверстие для ингредиентов. Длина шнура питания составляет 1,18 метра, а весит устройство 3,71 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают неплохую мощность, симпатичный дизайн, простоту и удобство в использовании, стеклянную чашку, практичность и высокое качество исполнения в целом. При этом не все владельцы довольны удобством механического переключателя скоростей и шумной работы прибора. В остальном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Огромное спасибо за просмотр! Напоминаю, что ссылки на все блендеры, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Если мой ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки, пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше всего. А чтобы не пропускать выход моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!